В историческом центре Москвы на Бауманской воедино сливаются танец, музыка, театр и кино. Здесь, в Доме культуры с экзотическим названием «Фламинкерия» уже 15 лет объединяются талантливые профессионалы, говорящие на одном языке – языке искусства и любви. Зазоем по взору безумных, спокойно и в кровотных печах, жалко их те дурашные рукины, что сглубили свою жизнь с горяча. Где же вы те, что ушли далечея из света, наши лучи говори, спыли там в Сибири и свечи, что кирпички с себя не получили. «Фламинкерия» одновременно появилась в Москве и испанском городе Севилье в 2008 году, а в 2010-м ЮНЕСКО присудило «Фламенко» статус объекта всемирного наследия. После этого состоялось торжественное открытие Дома Фламенко при участии советников по вопросам культуры посольства Королевства Испании Хавьера Ларачи. Сегодня Центр притяжения искусств «Фламинкерия» – большой друг художественной группировки территории, который стал и частью фильма-притча «Восемь комнат ключа Есенина». Этот художественный игровой фильм был создан киностудией «Сова-ФМ» при содействии Московского государственного музея Сергея Есенина. Я московский озорной гуляк. Интересно у вас тут. То есть это пляж, а море, наверное, там, да? Жажда любви, признание славы – это все якоря. Вы… Вы кто? Я поэт. Это что? А это? А это жизнь твоя. Она нужна новая поэзия. А если я не захочу? А тогда время вас уничтожит. Мы рады, что мы встретились все-таки с людьми, которые реально хотят заниматься творчеством и благодарен, на самом деле, судьбе, что вот так получилось. Фильм, который, да, ребята снимали, он был посвящен творчеству Сергея Александровича Есенина. А мы ярые фанаты и в хорошем смысле занимаемся пропагандой его творчества. Вот у нас есть свои программы и стихи, и музыка. И, соответственно, наша музыка, как ни странно, пригодилась. И в этом фильме мы использовали свои, значит, музыкальные наметки. Вот. И мне кажется, очень хорошо это все попало по энергетике. И сама работа на площадке вот по внутренним ощущениям не всегда актеру комфортно, не всегда у него есть какое-то творческое самочувствие, очень долго приходится это находить. Но вот в этом фильме, мне кажется, вот все сошлось. Благодаря легкой руке режиссера и основателя фламенкирии Елене Саве, под одной крышей этого пространства уживаются актеры, музыканты, фламенко и кино. Сава-ФМ – это один из проектов, одной из направлений деятельности фламенкирии, которая изначально действительно появилась как школа танца, это было 15 лет назад, как школа танца фламенко. Ну и развиваясь, что такое естественное движение, наверное, для фламенкирии естественное состояние, развиваясь, появляются новые направления, и вот в том числе появилась киностудия. Появились сначала театральные какие-то проекты, спектакли, сначала фламенко, потом они стали расширяться. «Дом Бернарды Альбы» – знаменитая пьеса испанского поэта и драматурга Фредерико Гарсии Лорки, написанная им в июне 1936 года, за два месяца до смерти. Уже больше 80 лет она не сходит со сцены и киноэкранов. «Дом Бернарды Альбы» – история о любви и борьбе за право любить. История о том, что происходит с женщинами, которым запрещены чувства. И на что они оказываются способны, чтобы отстоять свою свободу. Танцевальную версию пьесы поставили на сцене фламенкирии режиссеры Елена Сова и Антон Преснов. И, конечно же, решили в спектакле использовать проекцию, использовать искусство кинематографии. То есть мы сняли прекрасные кадры, которые помогали зрителю понимать сюжет и как-то образно проявляли ситуации, характер, атмосферу, происходящую в спектакле. Елена оказалась не только талантливый кинорежиссер и вдохновитель этого замечательного места, но и человек театра. Потому что театр – это немножко другое. И то, что пространство фламенкирии в том числе и театральное. Здесь есть сцена, зрительный зал, прекрасное уютное фойе, в котором зрители сразу погружаются в какую-то определенную атмосферу и настраиваются на театральное действие. И то, что здесь можно показывать спектакли, можно создавать спектакли, и они с успехом здесь идут. Не только танцевальные вечера, фьесты так называемые или музыкальные представления, но и полноценные театральные спектакли. Дом Бернарды Альбы – это сильный и очищающий спектакль, который заставляет сердце биться чаще от желания жить и любить. Во многом благодаря мощнейшей энергетике, заложенной во фламенко. Он одновременно наделен и страстью фламенко, это очень сильное искусство, во многом мужественность, можно так сказать, но и утонченностью классической хореографии. И это все исполняется под живой аккомпанемент, две гитары, перкуссия, вокал. И это добавляет еще больше энергии действу, потому что в музыке фламенко вообще очень много смен ритма. Очень много различных решений, когда это же именно аккомпанемент танцу ведется, это не танец, поставленный на написанную музыку. Там очень много кусков, когда аккомпанирующий состав аккомпанирует танцором в прямом смысле слова. Смена темпа, смена скорости, ускорение – это всегда очень живое действие. И спектакль от спектакля, и он не повторяется, потому что много импровизаций даже есть. В этом году Дому культуры Фламенкерея исполнилось 15 лет. Помимо занятий фламенко, здесь регулярно проходят выступления профессиональных и начинающих танцоров из России и Европы. Творческие вечера, танцевальные мастер-классы, театральные постановки, выставки испанских фотографов и молодых художников. Создатели арт-пространства верят, что эта площадка сможет стать настоящим домом для всех, кто живет любовью к искусству, жаждой творить, действовать и стремиться реализовать свой творческий потенциал. В том числе у нас интересная библиотека, где собраны от Шекспира до книг великих кинорежиссеров. И мы здесь, когда приходим, мы обязательно что-то читаем, что-то находим. Всегда у нас под рукой есть цитаты великих произведений искусства. У нас даже есть альбомы с живописи, поэзия, очень много испанской литературы, потому что здесь одно из основных направлений развития — это испанская культура и фламенко. Здесь это происходит на профессиональном уровне и делаются профессиональные спектакли. И в ближайшее время мы готовим очень интересную творческую работу, пластический спектакль, посвященный Айсидоре Дункан. Фламенкерия — это большой культурный центр, который занимается распространением культуры Испании в России и развитием отношений наших стран. Ведь, несмотря на непростую политическую обстановку в мире, язык искусства — то, что спасает и объединяет в любое смутное время. Когда для выражения чувств, будь то любовь, одиночество, страсть или страх, не хватает слов, на помощь приходит фламенко. Фламенкерия — очень яркий, самобытный, про любовь, про страсть, в то же время про нежность. Конечно, человек не может на это не реагировать. Это очень яркое искусство с древними корнями. Фламенко развивается по определенным правилам, правилам классических произведений. То есть есть вступление, развитие, кульминация, финал. То есть, с одной стороны, что-то вроде бы понятное зрителю, который привык видеть такую структуру, но в то же время очень необычное, потому что испанская культура, она совсем сильно отличается от нас, от нашей русской. Поэтому, конечно, это завораживает, и человек выходит после концерта, и он потрясен увиденным. У каждого человека своё понимание фламенко, как у каждого своя любовь. Это танец, открытый всему миру. Добро пожаловать во фламенкерию, мир танца, театра, музыки и кино.